В минувший суббот у жителей 13-й станции Большого Фонтана вышли на мирную акцию протеста против уничтожения парковой зоны, перекрытия доступа на трассу здоровья, море и застройки склонов очередными многоэтажками. Ну что ж, наша редакция не привыкает транслировать чуть ли не сериалы по каждому объекту незаконной застройки береговой зоны и склонов в последнее время чуть ли не уже у самого уреза воды. Вот и на 13-й станции Большого Фонтана, похоже, началось длительное противостояние несогласия одесситов. Жители жилищно-строительного кооператива, трудовой отдых с настойчивым желанием некого киевского застройщика уничтожить парковую зону, перекрыть свободный доступ на трассу здоровья и построить во что бы то ни стало трехсекционный девятиэтажный монолит с подземным двухуровневым паркингом в стаметровой зоне туреза воды. Хотя первоначально речь шла о строительстве не более чем трехэтажного здания реакционного значения и заботливом стремлению крепить склон. Желание одесситов найти общий язык застройщиков ни к чему не привели. Городская власть полностью самоустранилась. Жители стали бороться за свои права. На сьогодні ми отримали відповідь з Департаменту архітектури та містобудування на один з адвокатських запитів, в якому зазначається, що забудовником містобудівні умови та обмеження на забудову комплексу девятиповерхового вони не зареєстровані в департаменті, що автоматично означає, що вони не видавалися. В подальшому забудовник не міг отримати і розробити проєкт, а категорія наслідків відповідає СС-3, що передбачає з собою обов'язкову експертизу проведення проєкту. Якщо не видавалися містобудівні умови, в подальшому не могла бути проведена експертиза, що автоматично тягне, дозволи, які в них є на будівництво, виданий ГАЗ, є незаконним, або при його видачі були порушення. Жителі також подали жалобу в областну прокуратуру, генпрокурору, в Государственну архітектурно-строительну інспекцію. 31 августа вышли уже на массовую мирну акцію протеста вместе с представителями общественних організаций. Им удалось снять ворота і зайти на строительну площадку. Представители застройщика, не пожелавши общаться з журналистами, заявили адвокатам, що у них є все разрешительні документи, датовані 2015 роком. Правда, їх ніхто так і не увидел. Ребят, ну нічого не... Да, це все публичне. Я встановлю камеру, пока не в блокамері я не знаю, нічого. Я показую людям. Я показую, чому я прячу. Люди смотрю. Ну, ми хотіли узнаймо, що будемо показувати. Насправді, просто дуже дивна ситуація виходить, коли містобудівні умови... Послушайте, у мене було б розуміло. Ребят, пожалуйста, ви можете обратитися в управління архітектурою, получити купюю... Спорталі, спорталі. Я сказав, що не зраєстрований... Публичні документи, ви можете не стесняти. Возьміть, я вам продиктую номер, запишіть, і обратися адресно с получением конкретного документа. Давайте продиктую. Моих без вас получили. Правильно. Представитель застройщика согласился показать документы без телекамер известному общественнику Владиславу Балинскому, который, что называется, плотно занимается этим участком ещё со времён внезапно исчезнувших на нём 200 деревьев. По его словам, у данного застройщика был гусак на землю, позволявший заниматься только садово-парковой деятельностью. Застройщик пошёл дальше, и ему в этом очень сильно помогла мэрия. То есть, я, насколько понимаю, основной задачей у мэрии была организация здесь дороги, для того, чтобы, в принципе, подороже, так сказать, продать оставшиеся участки и поднять капитализацию, в принципе, застроечного комплекса во всего. Потому что дальше там строится Гефест. Здесь будет, как показал представитель застройщика, трёхсекционный девятиэтажный комплекс. Ну, мы все понимаем, что это обычное жилое здание, которое в Одессе подписывают как апартаменты. То есть, это уход от законодательных требований. То есть, фактически мы видим, что мэрия полностью взаимодействует с застройщиком, для того, чтобы создать видимость проведения берегоукрепительных инженерных работ и под этим видом дать возможность начать строительство застройщику. Хотя, с точки зрения реальной инженерной защиты, понятно, что она также будет проводиться. Но здесь проводились изыскания. Но я не знаю, достаточно ли свай глубиной 32 метра, которые заявлены у них, для того, чтобы стабилизировать данный склон. Примечательно, что в результате навязываемого укрепления склона одесситы получат перекрытый доступ к морю и трассе здоровья. По мнению общественников, на пляж можно будет попасть только по единственной лестнице. К слову, за оставшиеся еще 83 дерева на верхнем ярусе склона застройщик уже уплатил в городскую казну более 500 тысяч гривен, компенсационно отступных. Так что судьба зеленой зоны уже предрешена. Одесситы, жители Большого фонтана, желающие подышать свежим морским воздухом в зеленой зоне, смогут это сделать разве что в Стамбульском или Греческом парках. Другие парки планомерно уничтожаются за деньги.